СПАРТАКО 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 У нас уже есть опыт команды «Премьер-лифт». Насколько Факин сейчас готов к тому, чтобы побороться за «Премьер-лифт»? Мы находимся с первых туров чемпионата в лидирующей группе. И та турнировая ситуация, которая есть на сегодняшний день, конечно, мы стремимся в каждой игре к положительному результату. Как получится по результатам сезона, будет по весне уже, мы смотрите. Но то, что мы будем стараться попасть в стыковые игры за право перехода «Премьер-лифт» будем стремиться к этому. Насколько серьезно нужно усилить команду, может быть, «Зимон» для того, чтобы… Ну, усиление необходимо. Необходимое усиление. Мы знаем, какие позиции нам нужно усиливать. Хотелось бы, чтобы на эти позиции пришли квалифицированные игроки и не было такой большой ротации состава, мы точно будем усиливаться. Точно. Еще вопросы? В продолжение, да, темы по поводу выхода «Премьер-лифт». Не секрет, что для «Премьер-лифт» всем нужны другие бюджеты. Как с этим финансированием у команды обстоят дела? Нет ли сейчас задолженности? Мы все это прекрасно понимаем, чтобы решать задачу выхода и реально бороться, и при благоприятном стечении обстоятельств играть в «Премьер-лифт». Это совсем другой бюджет, это совсем другая инфраструктура. Мы все это прекрасно понимаем, но у нас ребята молодые, амбициозные все. Мы играем, а как получится, решим задачу очень хорошо, но не решим задачу – это тоже не трагедия. Но нужно понимать, что это немножко все другое, все абсолютно в плане финансов и инфраструктуры. Евгений Александрович, что можете сказать? Ваше впечатление, Евгений Александрович? Ну, во-первых, хочу сказать, что играли с хорошей командой сегодня в «Пакел». Мне нравится, как они играют, не случайно на третье место занимается такая команда играющая. Считаю, что в первом тайме они все-таки преимуществом владелец и больше играли на половине поля соперника. Какие-то подходы, моменты создавали. В целом, считаю, что гол, может быть, сам по себе получился не очень, не в следствии комбинации, а просто разрывная. Хотя стандарты мы смотрели, и именно то, что мы планировали, так и получилось забить. Но, тем не менее, я думаю, что все-таки этот гол вытекал из логики игры первого тайма. Все-таки преимущество у нас было, давление мы создавали, и в итоге забили этот гол. Второй тайм, может быть, в плане содержания не очень получился, было много борьбы в основном. У нас были хорошие моменты для контратак, для того, чтобы забить второй мяч. Здесь нам нужно было более четко, более правильно воспорядиться и на завершающей стадии. Последний пас, последний пас. Это нам немножко не хватило, поэтому такая концовка была напряженная. Но я рад, что ребята выдержали, эту борьбу выдержали, не уступили. То есть это, конечно, хороший опыт для наших футболистов. Ну и они молодцы, заслуженные. На мой взгляд, заслуженно сегодня выиграли. Поздравляю их с победой. Вопросы? Алексей? По составу. Почему сегодня в пользу Синадзуки сделали выбор? Ну, Синадзука, во-первых, достаточно хорошо вышел в прошлой игре с Краснодаром, с Кубани. Это первое. Ну и так по тренировкам видно, что он сейчас в достаточно хорошем состоянии находится. Второй момент все-таки, когда у нас играет Давыдов, Кадзе, Зуин и еще Фитчук вместе, да, то, как бы, немножко перекос в сторону атаки. Поэтому, ну, решили все-таки балансировать именно за счет Синадзукина, который и в этом смысле очень, на мой взгляд, хорошо собирался. Ну, у нас не такой большой выбор защитников крайних, да, в принципе, такие игроки, как Самсонов Артем, они, на мой взгляд, важны, нужны для команд, которые могут сыграть на разных позициях. Я могу приводить примеры, там, больших футболистов, да, которые могут играть на разных позициях, но мы говорили с Артемом на эту тему. Он понимает, что, да, может быть, не совсем его позиция, но сейчас он уже так привык, адаптировался. Как только появится кто-то у нас, может быть, более молодой и перспективный на этой позиции, будем думать, да, сейчас пока вот так. Олег. Все, да, Лешко. Денис Александрович, Олег Кошлифтас. Зуин за эту неделю получил игровое время, наверное, больше, чем за весь сезон. Насколько вот за счет получения игровой практики он больше стал похож на себя? И то, от чего вы этого отойдете? Ну, скажем так, понятно, что чем больше он играет, тем больше он набирает форму, да, больше он набирает игровые кондиции, игровой тонус. Я думаю, что пока он еще, конечно, не тот, как может быть, да, но динамика положительная есть, хотя. Она, видимо, на этой игре закончится, потому что следующие игры там у нас совпадают опять с первой командой по данным, по срокам, да, и теперь он уже будет с первой командой. Ну, надеюсь, что эти матчи помогут ему выиграть за первую команду, если там будет возможность выйти, наверное, на замену, то, наверное, он уже будет, он уже сейчас лучше готов, чем, допустим, это было две-три недели назад, да. Еще вопросы? Игорь Михайлович, Сальзиспор, Игорь Михайлович, хорошо, вроде бы, доводили мяч до штрафной площадки, казалось, но почему-то совсем не били, то есть даже подили в площадку, но не находили до пола, там, почему так? Это называется мастерство, да, вот именно умение играть в штрафную площадь, как в своей, так и в штрафную площадь соперника, да, именно найти момент и определить, оценить, когда нужно пас отдать, а когда нужно уже пробить поворот. Да, это класс игроков, у нас в основном ребята молодые, работаем на лет, чтобы они лучше оценили эту ситуацию и доводили все-таки до завершения вот этот подход. Еще вопросы? Артём? Единственное, сейчас в «Спартаке» в спирокоманде имею в виду проблему, да, с кадрами, там, «Промис» по-прежнему по программам «Пакете», «За лучшие страны» получил, Ваши ребята, вот те, кто там, Зуев, тот же Давыдов, который, да, учитывая травму Зу Виша, насколько они способны выйти и сыграть, наверное, на тревер-лиге по сегодняшней игре по тренировке? Я думаю, что это определяет главный тренер, да, и вот здесь Массимо Каррерода, который смотрит на состояние ребят, которые в первой команде, он знает всех этих ребят, о которых ты сказали, и, в принципе, опять же, знает их состояние, видит, да, и он уже определяет, кто и сколько готов сыграть. Как он опять сегодня был на матче, как у Вас вообще с ним, насколько плотно общение, как часто с ним объединяете информацию об игроках? Мы общаемся, в принципе, регулярно, но еще раз повторюсь, мы на базе вместе работаем практически, ну, если не ежедневно, то, ну, довольно часто, опять же, контакт хороший, взаимодействие достаточно хороший. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok